После начала известных событий биржи закрылись и многие начали метаться туда-сюда, что делать. И был такой момент, когда акции российских компаний, которые продолжали торговаться на лондонской бирже, с ней-то ничего не произошло, они упали буквально до одного цента, говорят, акции Сбербанка. И часть людей говорили мне, слушай, ну, наверное, надо купить акции и на минимуме, вот сейчас биржа откроется, помоги открыть счет, какой брокер самый надежный. И вообще, значит, там брокеры какие-то могут разориться, какие нет, какие брокеры надежные. Ну, вот сейчас биржа открывается и сейчас можно кое-что пояснить, то, что я смогу сделать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Биржа потихонечку начинает открываться. Но она, в принципе, и не закрывалась в смысле валютного рынка и в смысле срочного рынка. Вот, срочный рынок торговался нефтью, торговалось золото, торговался там натуральный газ и так далее. Вот, то есть там продолжались торги. Я об этом рассказывал. Торговались на срочном рынке валюты, рубль, так сказать. Ну, он сначала был закрыт, потом открылся. Ничего там страшного не произошло. Почему? Потому что Центробанк предпринял совершенно фантастические меры по поддержке рубля. То есть, грубо говоря, запретил хождение доллара по России. Просто вот полностью ограничил снятие денег, продажу полностью, ограничил населению. И поэтому, да, и на бирже сначала была 30% комиссия на покупку долларов, потом ее опустили до 12%. И, собственно говоря, сейчас она такая. То есть, покупка доллара не имеет смысла, тем более, что вы не сможете их вывести с биржи. И вот сейчас начинает открываться фондовый рынок. И многие говорили, хочу купить, хочу купить акции. Но не зря же биржа закрывалась, ребята. Это же все не просто так. Я регулярно публиковал в своем чате. Кстати, ссылочку на этот чат, не на чат, на канал в Телеграме, вы увидите в описании. Подпишитесь, пожалуйста, если вы еще не подписаны, потому что я там самую актуальную информацию публикую. И я интересовался, конечно, что происходит. И сейчас открываются потихонечку, постепенно, ну, как и ожидалось, собственно говоря, торги. Сначала они открылись облигациями федерального займа, рублевыми, с которыми ничего не произошло. Потом вчера открылись вот торги наиболее ликвидными акциями из московской биржи, из индекса московской биржи. И тоже ничего не произошло, вернее, произошло на самом деле, потому что акции выросли в цене. Ну, давайте посмотрим, уже не буду вас томить, что произошло с акциями вот после открытия биржи. Так, сейчас. Вот, посмотрите, мой портфель, мой портфель. И вот здесь вот есть акции. Ну, у меня немного акций из тех, которые сейчас в торгах. Смотрите, акции распадской. Смотрим сюда, видим, что, ну, насколько я понимаю, торговля не ведется, они не попали в список торгуемых акций. То есть, сейчас по акциям распадской торги не проводятся. Полюс золота. Видим, что стакан красный, значит, вернее, ну, то есть рабочий. Торги идут. Посмотрите, что произошло после, ну, 24 марта, как я и сказал, после открытия торгов. Акции Полюс золота выросли. Видите, да? Газпром, естественно, торгуется. Акции Газпрома тоже выросли. Выросли по сравнению с тем, что было 25 февраля. Понимаете? Когда торги прекратились. Вот еще раз, смотрите. Вот, 24 февраля резкое падение. И, казалось бы, все, оно до бесконца, до бесконечности будет. Вот, падение на лондонской бирже, оно там до нуля падало. А сейчас, пожалуйста, у вас уже нет возможности купить акции Газпрома дешево. Они почти вернулись к той ситуации, которая была до тех событий, которые нельзя называть. Вот, идем дальше. Яндекс. Яндекс не торгуется, он по-прежнему на минимальных значениях. Он, ну, не входит в список тех, по которым открыты торги. РУС-28 не торгуется. Это валютная облигация, евробонд, про которую я неоднократно рассказывал, не буду сейчас останавливаться. Полиметалл не торгуется. Китайский производитель электрокаров не торгуется, НИО. Это на Мосбирже, естественно. FX-ВО не торгуется. Это фонд от Финекса. FX-РВ тоже самое, фонд от Финекса не торгуется. FX-ГД тоже не торгуется. Это золото. FX-ГД не торгуется. ETF на золото. Вот, Газпромнефть не торгуется. ГМК Норникель торгуется. И вырос по сравнению с тем, что было на закрытии предыдущем. Видите, да? ГМК Норникель вырос. Новотек вырос. Лукойл тоже вырос. Транснефть не торгуется. Нет, торгуется. Транснефть торгуется. И транснефть 25-го, 24-го. Транснефть, кстати, упала. Вот так вот. Транснефть упала. Дальше. Открытие. Московская биржа. Московская биржа подпрыгнула, упала. Ничего не изменилось фактически. Вот такая ситуация. Теперь, ну, почему это произошло, во-первых. А во-вторых, что происходит с брокерами, какие брокеры разорятся. Потому что, ну, один из брокеров там попал на маржин колу. И, значит, там какая-то ситуация, что Мосбиржа просто взяла, я не помню, инициатива, по-моему, называется. Это небольшой брокер. Я всегда говорил, что надо регистрировать брокерские счета у крупных брокеров, у системообразующих, потому что, ну, они упадут в последнюю очередь. Что происходило в тот период, когда торги акциями и облигациями не проводились. Ну, и сейчас, в общем-то, не всеми еще торгуются. Что происходило в это время? Ну, вы знаете, что Центробанк выделил триллион рублей на поддержку фондового рынка. И биржа не работала, московская, но, как было сказано в официальных заявлениях, в официальных сообщениях, что торги производятся в режиме адресных заявок. Что это за адресные заявки? Это когда есть продавец, он говорит, я хочу продать эти акции, и он договаривается непосредственно с покупателем этих акций. И когда продавец с покупателем договорились, они говорят, вот у нас есть, значит, продавец, есть покупатель, есть готовая сделка, проведите нам, пожалуйста, эту сделку. И эта сделка проводится в режиме адресных сделок. То есть, хопа, и все произошло. Кто проводит эти сделки? Эти сделки проводят, естественно, проходят через брокеров также, точно так же. И вот этот вот 1 триллион рублей, насколько я понимаю, был выделен именно для того, чтобы проводить вот эти сделки основные, которые, ну, если иностранные компании, иностранные фонды, ну, не резиденты хотят избавиться от акций, то они могли это сделать в режиме адресных сделок. И с каждым из них, насколько я понимаю, в течение месяца проводилась определенная работа. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, смотрите, брокеры в течение месяца фактически не работали с фондовым рынком. Но при этом, смотрите, режим адресных сделок, он проводился. У брокеров есть, ну, личные, собственные деньги, собственные капиталы, которые они вполне себе могут использовать для исполнения вот этих адресных заявок. Это во-первых. Во-вторых, и в адресных заявках вы понимаете, что цена будет, ну, достаточно выгодная. Это мы с вами не можем купить выгодно акции, а брокер, который имеет профессиональный участок, участник рынка ценных бумаг, который имеет прямой доступ туда, он, значит, договаривается там уже, ну, на высшем уровне где-то. И они все это имеют. Что я хочу сказать? Что, во-первых, Центробанк выделил вот на совершение этих сделок, во-первых, 1 триллион рублей. Во-вторых, у крупнейших брокеров, естественно, есть собственные средства, собственные средства, которые они могут тоже вложить. И они это делали. Ну, скажем, брокер может на свои собственные средства купить какой-то актив. Он говорит, я могу купить вот актив с дисконтом 10% к рынку или к цене закрытия. Он это продает, потом он это на открытии биржи может покупать. И когда уже вот большая часть этих сделок была исполнена, в общем, начинают потихонечку те акции, по которым, ну, наибольшие были проблемы, они поступают уже на открытый рынок. И в связи с этим стоимость акций, естественно, ну, она уже повышается. Почему? Потому что есть люди, которые хотят их купить, потому что это компании, которые по-прежнему приносят прибыль, по-прежнему, по всем параметрам. У этих компаний очень хорошие фундаментальные показатели. Но при этом, то есть, у них на вложенный капитал прибыль будет очень даже неплохая. И по сравнению с многими иностранными компаниями ситуация намного-намного лучше. Несмотря ни на что. Потому что компании продолжают работать, продукцию производят, продукция продается. Продукция производится и продается и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке. Она продолжает продаваться, там, ну, ГМК Норникель, например, тот же самый продает свою продукцию. И санкции его, ну, как бы, есть исключение из санкций, скажем так. И Газпром тоже есть исключение из санкций и так далее, и так далее, и так далее, как вы понимаете. И поэтому, поэтому брокеры, используя свои средства, я хочу сказать, что они очень выгодно их вложили и очень выгодно, ну, получили великолепную прибыль. Я, когда звонил своему менеджеру в открытие брокера, я у него пытался выяснить. Говорю, слушайте, ну вот, триллион рублей выделил Центробанк. Он же выделил их, ну, значит, там, среди, распределил их среди основных брокеров. Ну, а среди основных брокеров это, соответственно, ВТБ инвестиций, это, соответственно, открытие брокер, это, соответственно, Сбербанк инвестиций, то есть крупнейшие брокеры. И я у него спрашиваю, говорю, какая доля из этих, из этого триллиона досталось брокеру открытие? Ну, он мне, естественно, ответил, он, сказать, ну, он регулярно так отвечает, что я не имею права комментировать, это, сказать, как бы вот, вот и все. То есть, может быть, он и знает, но он не имеет права комментировать все, сказать, вопрос закрыт. Я говорю, хорошо, а были ли вообще сделки вот по открытию, ну, среди адресных сделок вот с иностранными фондами? Я не имею права это комментировать, все. Ну, то есть, остается только догадываться, естественно, он не имеет права это комментировать, потому что, потому что это служебная тайна, просто, как бы элементарная вещь. Но мои мысли, что, ну, вот, у меня было предположение, что это так и было, и, наверное, это так и было. Вот, ну, кроме того, Центробанк, понятно, понимает, что часть брокеров, особенно и банки, которые попали под санкции, они понесут убытки. Естественно, как бы для Центробанка поддержать эти финансовые организации, тем более открытие, потому что, ну, открытие сейчас основной пакет принадлежит, ну, грубо говоря, весь пакет принадлежит Центробанку. Поэтому, собственно говоря, логично было предположить, что достаточно большая часть этих средств досталась, ну, прошла через открытие, ну, и через ВТБ тоже, потому что там тоже он близок к государству. Поэтому, если вы хотите начать инвестировать, и если вы думаете, у какого брокера открыть счет, то я вам, мой вам совет, не слушайте всех этих истерик, что там санкции, какие-то шманкции, что все это рухнет сейчас прямо вдруг, вот, и что крупнейшие брокеры рухнут. Этого не произойдет, во-первых. Во-вторых, если открывать брокерский счет, то открывать у крупнейших брокеров, что я говорил всегда. И в первую очередь это открытие, мое любимое, я, так сказать, не перестаю за него, как бы я патриот открытия, потому что у меня все средства в открытии. Это ВТБ, это Сбер, которые, ну, никуда не денутся, не рухнут. К числу крупнейших брокеров относятся также БКС, но он не такой государственный, так сказать, там доля государства сильно меньше. Финам крупнейший и один из старейших брокеров, он не попал под санкции никак. Вот, то же самое, я всегда говорил, что вот эти брокеры достаточно надежные. Что с Тиньковым? Тиньков тоже сейчас крупнейший брокер на самом деле, и вряд ли с ним что-то произойдет, но там были какие-то нюансы, там были. Вот, что-то проскакивало там, с Тиньковым какие-то там были. Вот. С открытием ничего не произошло, ну, кроме того, что открытие переводит торги иностранными бумагами к другому брокеру. Ну, об этом я уже рассказывал, это сейчас не является темой текущего видео. То, что я хотел сказать, я сказал, поэтому инвестициями начинать заниматься никогда не поздно. Что значит никогда не поздно? Если вы не начали, начните прямо сейчас, потому что завтра вы будете кусать просто локти, потому что не купили акции по таким низким ценам. Ну, а если вы не знаете, куда вложить, то я вам очень советую то же самое, перейти по той же самой ссылке, которую вы увидите в описании, и там открыть счет в управляющей компании. Открытие, потому что вы просто отдаете свои средства в управлении, ну, профессиональным управляющим. У меня было интервью с руководителем управляющей компании «Открытие», с руководителем отдела именно инвестиций в ценные бумаги. Можете посмотреть, найти его и посмотреть. Я, в общем-то, рекомендую. Сейчас я рекомендую людям УК «Открытие золота», ПИФ «Золото», УК «Открытие ПИФ «Облигации», потому что, ну, это сейчас актуально, на мой взгляд, и УК «Открытие ПИФ-акции». Вот, можно распределить просто, там сказать, на три части, равные и неравные, это уже решать вам. Я считаю, что 40% в облигации, там, ну, 50% в акции и, ну, там, часть в золото, например, ну, это уже решать вам. может быть там 30 на 30 на 30 там там одну треть одну треть одну треть это решать вам но моя рекомендация во-первых начните инвестировать сохраняйте деньги потому что сейчас инфляция уже начала сцены растут и они будут расти судя по всему а вот облигации позволят вам одну сберечь по крайней мере деньги и там управляющие они очень хорошо смотрят там сейчас можно добиться ну я вас уверяю на облигациях можно сейчас добиться достаточно высоких доходностей намного выше чем на депозитах депозиты сейчас многие предлагают 20 процентов но на три месяца вклады по облигациям вы можете в течение трех лет получить ну скажем доходность в 20 процентов а управляющие знают какие облигации покупать то есть вот это там наука мама не горюй какая они точно знают какие облигации покупать и делают это и на основе там инверсии доходности и так далее и так далее то есть там разобраться простому смертному достаточно сложно но они на то и профессионалы вот но я уже заговорился я думаю что пора закругляться поэтому лайк подписка открывайте брокерские счета инвестируйте я буду всячески вам помогать поэтому оставайтесь на моем канале и до встречи с вами был деменков юрий